Сегодня мы в гостях у Сергея в компании Крау. Наша команда друзей катается по лайт бездорожью и всегда долго думает, как свою машину сохранить в целости и сохранности. Понятно, что есть различные ветки грязи, но все-таки идет зима и обработка и всего остального тоже занимает головную боль у каждого владельца. Поэтому мы сегодня решили приехать в гости, не только узнать, как это все происходит, а еще и одного из участников на своем автомобиле. Он сейчас все сам расскажет, что за автомобиль и что у него болит. Автомобиль у меня Nissan Pathfinder, 11-го года выпуска. Езжу на нем не так давно, 2 года уже езжу. Ну, эксплуатацию автомобиля можно считать жесткой, потому что весной это охота-рыбалка, осенью тоже охота-рыбалка, летом это в основном коп. Ну, а зимой в основном с паркитосами ездим покорять разные участки. Да, да, разные просторы нашей Родины, да, и чем сложнее путь, тем интереснее экспедиция. Да, я даже не знаю, почему называется экспедиция. Экспедиция это на неделю в тайгу, там, на Кольске, еще куда-то. Но у нас такая лает экспедиция на один день семейного типа. Локальная экспедиция тоже имеет место в быте. Ну, хорошо, значит, получается, что автомобиль наконец-таки используется по назначению, потому что много джипов ездит по городу, ну, то есть они могли и Kia Rio эксплуатировать. Да, но хотелось джип. Да, да. Что из себя представляет, вот здесь у меня как раз салфеточка лежит, это не заготовленное, это просто вот, да. Что из себя представляет у нас состав, антикоррозийный состав, мы прекрасно все знаем, да. Ну, это, допустим, какой-то состав, которым мы покрываем поверхность. Вот поверхность, которую надо защитить, да. Мы ее должны чем-то покрыть. Вот салфеточка, это то, чем мы покрываем поверхность, да. Вот. Это же всем понятно, аналогия, да. То есть закрыть поверхность металла, чтобы не было контакта с внешней средой, и все ок. Но это все ок ровно до того момента, пока мы перестаем рассматривать чистки с металла, да. Начинаем его рассматривать вот так, вот так вот. Ну, как еще машина состоит. А потом прикрутим еще всякую фигню к этой машине. И давайте мы как-нибудь салфеточкой это все обнимем, да. Это, вот эта аналогия, покрыть салфеточкой эту поверхность, это называется покрывающие антикоры. Покрывающие антикоры максимальное распространение свое получили в Европе, в Швеции конкретно. И яркий представитель этих антикоров это Динитрол, Тектил, Меркосол, Нуксидол, Финикор и так далее, и то подобное. Группа компании Аусон, которая присутствует на многих заводах на конвейерах, в том числе компания Аусон присутствует на заводе ГАЗ, ну и так далее. И это имеет место быть ровно тогда, когда мы имеем ровный лист металла, либо изделие, которое вышло только что с конвейера, его нужно чем-то покрыть. А дальше оно приходит к нам как платантам, да. Окей, повезло, в жизни сложилось все, если мы вот джип достался, да. Ну, что-то не складывается, вот. Обнять и плакать, что нам достается, да. И дальше мы начинаем смотреть, а что же с этим делать, когда вот на этом листе металла появляется коррозия, либо мы предполагаем, что она может быть. А дальше происходит следующее, а дальше происходит группа антикоров, Северная Америка, это группа антикоров проникающие, это вот это. Что мы делаем? Мы прозрачным составом на масляной основе с максимально проникающими способностями пропитываем конструкцию автомобиля. И пропитывая существующую ржавчину, наделяем ржавчину от металла. То есть мы ничем не покрываем, а мы пропитываем. И когда мы пропитываем эту конструкцию вот такую, вот, да, то вы понимаете, аналогия вот такая, да. То есть вот мы пропитываем. То есть по сути дела, чем мы занимаемся, мы пропитываем, вот вместо воды это состав на масляной основе, мы пропитываем конструкцию. Наша задача заместить влагу на поверхности металла. На поверхности металла не вот ровно вот этого листа, да, а на поверхности металла с максимальными сочленениями, с вальцовкой, со сваркой, с прикрученными какими-то крепежами, с кучей подвесного оборудования, которое в джипе вот так вот, да. То получается сам состав производится именно в Канаде и доставляется сюда, там, ну, в какой-то таре. Абсолютно верно. Вот я вот как раз-то эту информацию не нашел, я вот, если можно посмотреть в гугле, там, состав обработанного крауна, как его, там, понятно, у меня везде выскакивает, там, как придумать чего-нибудь своими руками, замешать, там, пуш масла, добавить того-то это, дедушка мазал это, потому что, как бы, вот, много, почему таких запросов, я не знаю, там, запросов в Канаде, там, или в Европе, то есть, как они ищут, там, какую-то антикоррозийную обработку. Но у нас это, наверное, мне кажется, больше менталитет, то, что кто-то видел, как делал-то дедушка, как это, и спросить, там, у более старшего поколения про обработку, какую обработку, говорит, ну, вон, там, сейчас пуш масла, я, там, тебе на складе, там. Значит, антикоров не бывает один раз на всю жизнь, значит, не бывает ни у покрывающих групп антикоров, ни у проникающих групп антикоров. Антикор – это периодичная услуга. Теперь надо разобраться с периодичностью. Значит, я не хочу никого обижать из своих конкурентов, коллег и так далее, но я лично имел опыт, мне предлагали в Стокгольме покупку готового бизнеса с 45-летней историей, Денитро. Ну, в Швеции, естественно, Денитро. Значит, человек просто уходил на пенсию, и бизнес своего отца перенял, когда-то уходил на пенсию, устал и говорит, хочу продавать. Он на спаде такой достаточно бизнес, да, и говорит, со мной он вел переговоры только лишь потому, что он видел перспективу в этой технологии. Он говорит, я начинаю натерять заказы из-за экологических норм, так и так далее, и то подобное. Я вижу, что твоя технология позволит этот бизнес возродить, и я приехал на переговоры покупать. К сожалению, не состоялось, потому что очень закрытая комьюнити в Швеции, кроме шведов, там никто не может заниматься бизнесом, а русский, который приехал, хочет покупать, ну, не состоялось, вот, ровно по этому. Вот. Но, что я узнал? Узнал о том, что существуют техкарты, которые говорят о том, что компания Денитрол обязует своих клиентов приезжать раз в полтора года. То есть, к примеру, человек такой, легковая машина, 1000 евро, это первоначальная услуга, пусть никого не пугает, это потому что там услуги шиномонтажа стоят 400 евро. Поэтому 1000 евро, это, да, через полтора года инспекция за 500 евро, через полтора года инспекция, там, порядка 700 евро, еще раз через полтора года инспекция за 1000 евро. И в итоге мы складываем, получаем определенный чек, общий чек, да, и определенную периодичность. Значит, так делают трудоначальники в Швеции. Что мы делаем с точки зрения нас? Мы говорим о том, что, ребята, ежедневная, круглогодичная эксплуатация автомобиля подразумевает периодичное ТО-кузово. ТО-кузово – это наша технология. Мы делаем ее раз в год и зовем вас через год повторить эту услугу. Проникающие эти коры работают следующим образом. Они пропитывают очаг коррозии. То есть вот у нас лежит очаг коррозии. Мы пропитываем этот очаг коррозии. И у нас водичка пропитывает, да, и размягчает вот эту тряпочку, да, вот эту вот салфеточку, да, и проникает под нее. И происходит следующая ситуация. Вот когда мы рану на коже сделаем, кожа заживает, появляется корочка, а потом она отваливается. Корочки просто не на чем лежать, потому что уже кожа восстановилась и отваливается. Вот то же самое происходит с ржавчиной. В зависимости от того, насколько она крупная, да, вот. Но на крузаках это просто, вот она просто отваливается. Вот с помощью керхера, когда повторно мы делаем обработку через год, да, мы начинаем мыть. То есть получается целый год работает, то есть получается покрыли, оно пропитало, начинает работать, где-то она сама, а потом, когда ты, ну, либо ты на какой-то там мойке сам, то есть каждая вымываешь, ты вот эту вот ржавчину. Она просто начинает шелушиться, отваливаться. Под ней остается выболенное место, вот это выболенное место, но металл. Все. То есть так работает наш антикор. Он не зачищает, не покрывает каким-то красивым слоем, не видоизменяет. Ржавчина остается на этом месте, просто она перестает существовать, отваливается, шелушится. И это ровно то, что нам нужно. С бэушным джипом все понятно. С новым что? С новым все очень просто. Кейс последний с рейнджеровером десятилетним следующий. Значит, я его поднимаю, анализирую, дефектую и рассказываю клиенту. Вот смотри, ты купил машину за 75. Она проездила 10 лет. Она имеет свою остаточную стоимость, ориентировочно 27 тысяч долларов. Если она ок. Теперь посмотри, что с ней. Задней двери нету. Замена. Тормозных трубок нету. Замена. Внешнего вида снизу нету. Надо много работать с ним. Дальше развал схождения не делается. Точно. То есть там агрегатный ремонт, плавающие свиндоки надо поменять и так далее. И в итоге я ему насчитываю трубки по скромным подсчетам 300 долларов. Задняя дверь по скромным подсчетам где-то до 1000 долларов. 1300. Развал схождения сделать очень скромно. Еще 300. 1600. Внешнего вида нету. Это потеря, остаточная потеря цены. Значит, она где-то 23 может сейчас стоить. И кто даст за нее 23 неизвестно. А если бы ПОК, она была бы до 27. Итого мы получаем достаточно большую ценовую нагрузку. Из-за того, что ее кушает коротень. Причем она с каждым годом прогрессирует. А теперь я ему говорю, 232 доллара стоит ежегодная обработка. 10 лет, 2320. Теперь давай вот этот весь, вот эту вот, эту шучнягу. Плюсуем, отрисуем и поймем. То есть если делать, возвращаемся к кейсу нового автомобиля. Если мы берем автомобиль за 75 тысяч долларов, за 100 тысяч долларов, за 10 тысяч долларов, неважно. И вкладываем определенное количество денег на 10 лет. Мы получаем на выходе, когда мы через 10 лет меняем машину. Мы получаем на выходе большое количество предложений. И в этих предложениях конкурентна только та машина, которая хозяйская. Мы все хотим купить хозяйскую машину. Мне очень важно, да, чтобы мой клиент понял, что я делаю. Проникся к этому пониманием, да. Со временем проникся уважением к этому делу, что действительно результаты есть, да. И вернулся ко мне. Мне разовая услуга, продажа разовой услуги не нужна. Почему? Потому что очень часто потом появляется возражение. Смылся. Через два года появилась ржавчина. Не работает, и ржавчины стало больше. А еще иногда... На самом деле, вот такие противоречивые порой возникают. Все очень просто. У меня есть примеры. Хорошо, пример такой. У меня приезжает машина, делает антикор новое и выезжает. Через неделю клиент приезжает с такими глазами, говорит, ребята, все, помогайте. Ничего не понимаю. Поехал делать шумку. Начинаем клеить шумку внутри дверей. Она не клеится. Ну, ребята, говорит, ну ладно, хорошо. Давай обезжирим, все. Обезжиривает в аспиритом, растворителем и все остальное, да. Не клеится. Он столько впитался. Не клеится, да. Ну вот, смотрит, вот поверхность на сухая, да. Ну не клеится, скотч-тест не проходит, да. Все, у людей мозг не берет это, да. Они говорят, слушай, что ты за свои машины делал? Он говорит, ничего не делал, только купил. Ну думай, вспоминай, что ты делал. А, на крауне был. Тогда начинается обратная связь, да. Он приезжает, говорит, помогите. Мы говорим, мол, вот тебе специальный состав. Дегризер называется. Наш специальный состав краун, который позволяет возвратить обратно сухую поверхность. Пожалуйста, побрызгай, обезжирь. Поклей шумку и приезжай. То есть есть состав, который выдавливает состав крауна? Конечно, обезжиривает поверхность, да. То есть, но, когда люди пишут, ну, это надо для чего? Для того, чтобы провести определенные работы с этой поверхностью или конструкцией. Но, когда люди пишут, что он смылся, или приезжают, говорят, вот сухо, да, и проводишь пальцем, говоришь, здесь не сухо, достаточно микронного слоя, чтобы вы скотч-тест не прошли, чтобы шумку сюда не наклеить. И ровно это нужно. Здесь не нужен толстый слой шоколада. Здесь нужен ровно... Ну, всем же хотят и побольше. Да, и поэтому отзывы. Ну, как он покажет? Я вот и в интернете посмотрел это. Вот помыли хорошо, обработали. Она же сейчас влажная, и потом она вся стала влажной. Когда помыли, то понятно, что она мокрая. Этим покрыли. Как показать, что ты их обработал? За что ты отдал деньги? Там же она просто мокрая какая-то. Просто мокрая. Более того, когда он уедет, так как машина с динитролом, да, она пойдет потом пятнами. Где-то в динитрол впитается состав очень быстро, а где-то он будет лежать на поверхности. И через недельку часто очень клиенты приезжают и говорят, приезжают и говорят, так, ребята, вот здесь пропустили. Мои парни говорят, все хорошо. Поднимают, брызгают. Вот, все нормально? Все нормально. И человек уезжает, да? А потом он опять видит, что как будто бы там сухо, да? И он говорит, смылось. Так вот не смылось. Мы с чего начинали? Проникающая группа антикоров. В нашем составе основная функция проникнуть. Не лежать толстым слоем шоколада на поверхности, чтобы мы его видели, а проникнуть туда, где зарождается что? Щелевая коррозия. Значит, что? Давайте мы посмотрим, пока машина сухая, да? Мы посмотрим, насколько все плохо или хорошо. Подтверждение моих слов. Вот здесь, вот ровный кусок металла, да? Ну и что здесь? Вот здесь мастика лежит, черненький цвет, все красиво. А как только идет сочленение, вот нижний шов, вот там начинаются все проблемы. Они начинаются, почему? Щелевая коррозия, она вылазит и поражает эту поверхность. Плюс, вот как только стык металла, как только стык металла, мы сразу же видим, что вот щелевая коррозия вылазит и на поверхности получается обильная поверхностная коррозия. Стандартный рамный джип японского производителя. Все. Ничем не хуже, не лучше, чем Land Cruiser 100, чем 200-ые некоторые Land Cruiser, состав уже высохший. Сколько ему лет? Когда его наносили? Год назад. Состав очень маленьким слоем был нанесен и в определенных местах уже высохший. Там, где он не подвержен пескострую, что для него важно для этого состава, там он еще лежит. И достаточно уже не гибкий. Значит, вот мы видим поверхностную коррозию. Я не знаю, камера передаст это или нет, но видно поверхностную коррозию внутри рамы. И туда уже у черного муравья со шлифмашинкой не запустишь, не очистишь ее, не уберешь ее. Туда только проникающий антиклор. Это самое страшное. Да, проникающий антиклор, вот и все, который должен поработать. Значит, с этой машиной следующая ситуация. Эту машину обрабатываем через 3 месяца на бесплатный осмотр и долив, потому что все то, что вот здесь вот есть, ржавчина и динитрол, он впитает состав. И она будет условно сухая, там я гарантирую, через месяц это точно. И для того, чтобы дальше состав поработал, мы должны добавить. Мы в интервале 3 месяцев зовем таких клиентов, добавляем еще состава, избыточно, да. Ну а через год здесь повторять точно надо. И это надо, ну, если машина это надолго, то надо, ну, в ближайшие 2-3 года точно лить в год. Очень много с избытком. А дальше уже смотреть, насколько дальше развивается ситуация, насколько все хорошо или плохо. Значит, мы работаем двумя типами пистолетов. Один пистолет это двойной, а один пистолет утка. Двойным пистолетом мы работаем со специальными насадками. Вон целый арсенал специальных насадок у нас, да. Эти насадки проникают туда, куда невозможно залить состав. Здесь масло. Запаха нет. Запаха нет. Вот только. Запах масла. Значит, масло это транспорт для переноса всех компонентов из пистолета на поверхность. А вот это... А это поверхность, это для ровных. Нет, вот сюда. А, вам сюда, наверное. А эти мы уже контрольно проходим большие поверхности и финиш после дороги. Да. А в этих местах там уже насадки. И вот когда вот эта масляная база, она должна в процессе эксплуатации смыться, либо впитаться вот туда, куда вот должна впитаться. То есть все, что лишнее, то усвоится, то, что необходимо, оно впитается. И условно, вот всем до сухая поверхность, да, вот всем до сухая поверхность. Про что пишут в интернете? Смылось, сухо. Так вот, вот надо теперь разобраться, сухо ли здесь, есть ли здесь ржавчина. Легко контролировать эту поверхность, есть на ней ржавчина, либо нет. Это все. То есть сухо смылось, не канает. Надо смотреть, есть ржавчина. Развенчали один миф, что сухо, это не значит, что нет состава. Наверное. Давайте. Смылается в пюрке, моется рамка изнутри, то есть таким образом. После мойки отдаётся влажная поверхность, воздухом. Отдаём, то есть идеальная сушка нам не нужна, но с большим. Ну, выдутилия, различный там мусор, все, что уйдёт. И после этого сразу начинаем обрабатывать. В обязанности администратора, который принимает машину, входит то, что мы ещё снимаем видео исходного состояния автомобиля. И это видимо попадает в банк данных, и когда клиент к нам приезжает на повторную обработку либо с рекламацией, у нас есть с чем сравнивать. Что было, что стало. Этот эксперимент у нас есть очень-очень классный партнёр на Ниагаре. Джефф. У него центр антикоррозийной защиты, маленький городок Найгофеллс. Вот. Я к нему зашёл, и у него вот такие две банки. Только там он 11 лет назад этот эксперимент начал. В этой банке у него уже пыль такая чёрная, да? Я спрашиваю, Джефф, а что это такое? Он говорит, о, давай, сейчас буду рассказывать. Короче, ну и вот. Значит, вот эта губка просто кладётся в воду. Что наша машина представляет из себя? Не кусок металла, а именно вот эти сочленения. То есть аналогия примерно как губка. Много-много-много кусков металла, да? Вот она лежит в воде и просто потихонечку выпадает в осадок, растворяется и так далее, да? Вот. А вот, вот, в 16-м году, это да, когда я с Канады прилетел, в апреле, это я в феврале был в Канаде, посмотрел у него, а в 16-м году, в апреле, мы что сделали? Мы окунули губку в состав, положили в воду, лишняя масляная база, она так же вот поднимается наверх, смывается, вот, как в жизни. Остаётся всем-то сухая губка. Вот она лежит, столько времени, мы её, кстати, ни разу не доставали, одного раза было достаточно. Но это эксперимент достаточно слабый, машина это не такой эксперимент, но очень показательный. Вот этот состав, тот, в котором мы работаем, но это фасовка для бытового использования. Кстати, здесь у нас новый уже распылитель, вот, значит, ты можешь вот так он брызгает трубочкой, либо так факелом, да, значит, это японский распылитель, очень хороший, он позволяет правильно работать аэрозоли, значит, этот аэрозоль производится в Европе, мы разливаем на европейском заводе у себя, в главном офисе в Латвии, в Риге, почему? Потому что через, через океан, ввозить аэрозольную продукцию очень дорого, поэтому мы разливаем в европейского, в европейского вида ТАР, вот, и это тот состав, который мы обрабатываем машину, сейчас, но он отличается от того, который здесь залит, чем отличается? мы сейчас работаем с составом, который подогрет до 45 градусов, а этот просто залит, и он подогрет, размешан, и он наносится на поверхность с очень большим, под очень большим давлением, в магистрали 150 атмосфер, когда мы брызгаем, вот эта вот дисперсия, вот этот туман, это достигается ровно этим, то есть наша задача сделать туман, в двери мы делаем очень сильный туман, вот этим мне это не сделаешь, у меня были клиенты, которые... ну, за какую-то поверхность просто... это вот подработать, подлить где-то, замок гаража, который вот замерз, вместо ВД-шки использовать, вот мой механик, такие баллоны используют, вот этот быстрый ключ, только канадские баллоны используют, это Т-40, то, чем мы работаем, большая маленькая фасовка, это быстрый ключ, проникающий состав, это для цепей состав, на базе Т-40, только Т-20 для цепей, вот, а это антисоль, это состав, вот зимой, можно целое видео произносить, интересно, то есть когда соль выпадет, приезжайте, и я вам помою машину, вы увидите, как она выходит, то есть снаружи, вот лакокрасочное покрытие, как соль растворяет, как растворяется соль, простой химии, мы затираем соль, то есть помыли, да, зимой, и это просто затирание, соль надо растворить, на химическом уровне, этот состав, у меня есть видео на этом, то я думаю, у меня все время машина белая, белая, эксперимент, мой, не мой, белая, я ее просто уже перестал мыть, просто сколько катушек, да, вот это, самый популярный товар в Канаде, на заправке, то есть когда заходишь, видишь не омывайку, а целые палеты оттисоли, там много разных производителей, но мы тоже номер один, там максимальные продажи наши, вот, а в Беларуси ни у кого нет, ну в СНГ никто не продает, не использует оттисол, то есть Дмитрий Новицкий, известный автомобильный журналист, когда первый раз я ему помыл его червоки, он мне позвонил, говорит, есть червоки с нами, привет Дима, я не понимаю, вспомнили мы твой червоки, да, я не понимаю, говорит, как это работает, то есть настолько чистый он, он был в шоке, после обработки будет подтекать, будет капать активно, сейчас не сильно холодная погода, да, несколько дней будет активно подтекать, надо следить за тем, чтобы с дренажных отверстий, с дверей когда подтекает, или на порог, да, чтобы не поскользнуться, и не испачкать одежду, да, вот это такой минус для эксплуатации, да, вытереть салфеткой достаточно, вытереть бумагой, вытереть тряпкой, но к тому, что пишут о том, что смывается, у нас есть клиенты, которые на простых мойках не могут отмыть то, что смывается, и приезжают к нам, и говорят, отмойте, да, то есть даже с лакокрасочного покрытия, откуда в принципе должно смываться, не всегда хорошо смывается, все готово, Спасибо. Катайся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Значит, любую замочную скважину, любую петлю, там, замок, туда, убирает влагу, убирает влагу, да, и в отличие от ВДшки, в ВДшке есть растворитель, как только растворитель вылетучился, да, эффект тот, начинает обратно возвращаться. А здесь масло. А здесь масло, да, здесь нет растворителя, поэтому, то есть если долг, здесь тоже будет. Ребята, я побегу, потому что завтра самолеты, и мне улетать. Спасибо. До новых встречи. Все, было приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова